С каждой недели любителей спорта в Нефтекамске становится больше. Несмотря на пасмурное утро, ровно в 10 часов на площадке перед кинотеатром собралась довольно большая компания любителей спорта. Многие пришли в первый раз, пригласили друзей, чтобы было веселее, и как итог, остались довольны. Это необъяснимо, понравилось все. Но здесь можно увидеть не только молодежь. Зарядка с чемпионами становится популярной и у более старшего поколения. Размяться на зарядку заезжают и в перерывах между работой. Фина заболела, вот пришел. Размяться. Сидел в машине целыми ночами, рулил баранку, вот спина затекла, пришел зарядку сделать. Телестудия ТНТ Нефтекамской, фонд развития физкультуры, спорта и туризма Нефтекамска рады видеть на зарядке всех, чтобы здоровых и энергичных ребят в нашем городе было больше. А для того, чтобы попасть на зарядку с чемпионами, достаточно желания. По телевизору узнал. И хотел отлететь. Уже хотела утром заняться спортом. Буду делать зарядку каждый день. Зарядка с чемпионами не только отличная возможность зарядиться позитивно на неделю вперед, но еще шанс быть в курсе всех спортивных событий в городе. К примеру, фонд развития физкультуры, спорта и туризма Нефтекамска объявляет конкурс на лучший логотип фонда. Принять участие в нем может каждый желающий. Логотип должен соответствовать спорту и городу Нефтекамску. Тот, кто придумает лучший логотип, получит велосипед в подарок. Конкурс будет идти до 13 августа, до дня физкультурника. 13 августа будет день физкультурника. Здесь возле октября в 10 утра приглашаю весь город. Будет очень весело. Будут дариться призы, подарки. В общем, приходи весь город на зарядку с чемпионами и будешь сам чемпионом. А зарядка с чемпионами продолжается. Примкнуть к движению активной и спортивной молодежи могут все. Ждем всех желающих любителей спорта и хорошего настроения каждую субботу в 10.00 у кинотеатра «Октябрь». Кроссовки не забудьте. Олеся Арсланова, Азат Давлешин. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин